Внимание! Всем радиостанциям! В районе космотрова Дайконур обнаружен неоплодный летающий объект. Повторяю! В районе космотрова Дайконур обнаружен неоплодный летающий объект. Земля, Земля, я космос. Вижу неоплодный объект в квадрате 13. Разрешите выйти на контакт. Космос, это Земля. Контакт разрешаю. Примите меры предосторожности. Прием. Ваш планет. Конец связи. Приветствуем вас на нашей планете. Кто вы и откуда? Здравствуйте. Я житель планеты Проксима Центавра Би и звездной системы Альфа Центавра. Меня позвали сюда узнать, когда вы, земляне, уже начнете летать в космос. А мы уже летаем в космос. 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин стал первым в космосе. Он облетел Землю за 108 минут. Гагарин первым увидел, что Земля круглая. А что до Гагарина никто не был в космосе? Самыми первыми в космосе были собаки Белка и Стрелка. Они облетели Землю 17 раз за 25 часов. Представляешь, собак специально выбирали, чтобы они были светлыми и симпатичными. Какие вы, земляне, странные. А зачем это? Чтобы их было хорошо видно на мониторах и чтобы их было не стыдно показывать в газетах. Странно, а мы летаем во Вселенной уже давно. С тех пор, как случился большой... Как это по-вашему? Большой взрыв? О, так это еще когда было? Это было почти 14 миллиардов лет назад. Тогда не было ничего. В результате большого взрыва появилась Вселенная. Представьте, что эти оранжевые точки – это галактики во Вселенной. Ранняя Вселенная была очень мала. Она была размером скрохотную, но очень подную точку. В результате сильнейшего взрыва ее частицы разлетелись во все стороны. Вселенная до сих пор расширяется. Ну да, наши ученые заметили, что когда объект приближается, он издает синие волны. А когда удаляется – красные. Галактики излучают красные волны. А это значит, что они постоянно отдаляются от нас и друг от друга. Опасность закончилась. Питание закончилось. Питание закончилось. Пополните запасы. Надо подкрепиться. А мне? Тебе другое. О, спасибо. О, как вкусно. А на других планетах мы были? Мы еще были на Луне. Когда Советский Союз оказался первым в космосе, США поспешили стать первыми на Луне. До Луны почти 400 тысяч километров. Человек долетает до Луны за три дня. А спутник – новые горизонты за 8,5 часов. Наверное, если вы когда-нибудь полетите за пределы Солнечной системы, то первой будет наша звездная система Альфа Центабра. До нее четыре световых орда. Она самая близкая к Солнечной системе. Если бы мы сегодня вылетели на Альфу Центабру, то мы бы туда приехали только через 78 тысяч лет. И вообще, нам надо сначала получше узнать про наши планеты, а потом уже лететь в другие галактики. Кстати, пока я летел сюда, я придумал, как получше запомнить планеты Солнечной системы. Беркурия, Венера, Дваз. Ой, я знаю эту считалку! Беркурия, Венера, Дваз. Три Земля, четыре Марс. Пятью Питер, шесть Сатурн. Семь Уран, восьмой Нептун. А теперь танец с дрожьбы! Беркурия, Венера, Дваз. Беркурия, Венера, Дваз. Беркурия, Венера. Беркурия, Венера, Дваз. Беркурия, Венера. Беркурия, Венера, Дваз. Субтитры сделал DimaTorzok